День знаний в школе поселка Калачи превратился в день госпитализации. Прямо с торжественной линейки детей одного за другим отправляли в больницу. У кого-то закружилась голова, кто-то перестал понимать, где находится. Но в итоге каждый из школьников потерял сознание на долгое время. В тот же день сонная болезнь впервые поразила двухлетнего ребенка. Вчера мы вызывали на себя санавиацию, областная санавиация приближала. Приезжал областной токсиколог, областной реаниматолог, областной нейропатолог детский. Они посмотрели по состоянию, и троих детей забрали к себе туда, в областную детскую больницу. Но в состоянии двух с половиной лет ребенка, в состоянии не сильно тяжелые. Ребенок с средней степенью тяжести был, но они забрали его. Почему? Потому что маленький ребенок, поэтому забрали. Врачи отмечают нехарактерное проявление болезни. Если раньше ею страдали исключительно взрослые, то теперь симптомы сонного вируса отмечаются у несовершеннолетних. В больницу поступило 9 детей в возрасте от 2 до 14 лет. За несколько дней до этого были госпитализированы шестеро взрослых. Наталья Жаворонкова уснула 1 сентября. С дочерью пошли на рыбалку. Помнит, как насаживала червя на удочку, как вытащила первого сазана. А потом провалилась в долгий и глубокий сон. Женщина засыпает второй раз. Говорит, в первый пришла в себя довольно быстро. Сейчас ее не покидает слабость, мучают головные боли, а передвигаться может только с посторонней помощью. У всех из шести поступивших взрослых точно такие же симптомы. Это уже вторая вспышка сонной болезни в этом году. Врачи заметили, обычно таинственный вирус проявлялся весной, во время резкого потепления. Осенью, да еще в таком количестве, жители засыпают впервые. Для медиков по-прежнему остаются неясными причины сонной болезни. Единственное, что они могут сделать, скорее выписывать поправившихся пациентов и держать койки свободными на случай поступления новых больных. Продолжение следует...